Всем здорова! Буду смотреть Парашу 2. Я в игре ни черта не понимаю, не хочу понимать. А меня уговаривали 10 тысяч лет это подрубить. Я вообще не хотел стримить. LOL Steam Market это торговая площадка аккаунтов. Steam, VK, Origin, Uplay и многие другие. Для покупателей есть специальный бот, который проверяет все аккаунты на их работоспособность. А если ты барыга, то для тебя самые низкие комиссии и моментальные выводы. И не забудь про наш форум, где тебя ждет халява. Посмотрите, блядь, на этого мудня. Посмотрите на него, блядь. Чел, нахуй ты волосы покрасил. Знаешь, на кого ты похож? Да засуньте себе в очко ваши гифты, блядь. Засуньте этот подарок себе в отчела просто. Эту коробку. Модры дискорда клоуны. Эммер Трич. Я бесполезен, что, ну, сколько стоит, откуда я знаю. А юроки. За 333 тысячи 333 рублей ворвался бы на сварке. Представляю твоё еблочное. А, за 333 тысячи. Интересно, будешь ли ты осознавать, на какую ты хуйню подписался? Я уже осознал, это вообще невероятно просто. Врубай клетку. Кстати, сегодня новое кресло оформил, так сказать. Вот это вот кресло, на котором я постоянно сижу в последнее время, в последнее время, да. Это сейчас новенькое совершенно, потому что на том кожа стерлась. Тут, короче, кресло такое, что кожа некачественная, но она суперприятная, и оно такое, ну, вообще охуенное. Если 3 рублей ворвался бы на сварке, одну игру, одну игру. Пока, пока парашу не удалил, одну игру, да. За 333 тысячи 333 рубля. Да, да, да. Чекнуть подарки там, найс сабжи. Гифт from анальный пластырь. И что здесь? Охуеть, блядь. Найс. Найс, найс, найс подарок. Ласт матч с пак 6.09. 9 комментов в 15 матчах. Вот я проебал средства на ровном месте, потому что, блядь, почему-то пропал возможность сделать ФБ. Ну, поставить на ФБ. Благодарю за помощь. Попич, красава. Даже сайт не выдерживает от нагрузки, работяк. Пипец, пипец, пипец. Мне кажется, это скорее ДДОС. Что это вообще за герой? Что он делает? Мне, если честно, так лень читать и понимать, что он делает. Вот реально лень. Какой-то блинк за спину, блядь. Ты что, просто умер или что? Не знаю. Справа вроде как-то оптимистичнее смотрится. Пек. Но я не знаю этого героя, поэтому так сложно сказать. Тут, ну, тут нужен оверфарм, это террор блейд. Если он не будет оверфарм, это его закидают. Всякой хуйней. Кто первый умер? А, ну это, ну, выгода, наверное, я не знаю. По-моему, террор блейд же нихуя нету фарма. Кроме, по крипам неплохо, но... Как вообще, я не знаю. У меня на базе фарм. Ну, выглядит, как он бомж, как будто. Что-то было, она кинула виверну обратно в ту сторону? А это скилл? Нет, это первый скилл, наверное. Да, это первый скил. Что за хуйня вообще? Она кидает противника или союзника и станет еще немножко. И немного дамажит. Тоже большой кулдаун. Пока не могу понять этого героя. Тут у блатсикера, по идее, должен быть фулл фрифарм. Я не знаю. Ну, против таких героев, если им ничего не меняли особо за три года. Хотя и меняли по-любому что-то. Мне кажется, с фейзами тут вообще настолько изи фармить. И вообще... Должны быть киллы. Хорошая ТП. А зачем она осталась? Я что-то не понял. Это была супер ошибка или что? Это что? Это Мелл Стром или нет? Какой это итем вообще? Я ебу там, что из этого собирается? Типа он сейчас жесткий на блатсикере или что? Копье и раньше ничего не давало. Грандс и чатак 30% chance to pierce свою вейджин and deal 70 бонс of magic dash. Как всегда с рейдов таркавер. Еще передай привет форуму LoLs. Гуру, на котором розыгрыши каждые пять минуты и прайм за скорбей. Да, хорошо. Привет форуму LoLs гуру. Который у меня покупает рекламу на моем канале. Это у кого артефакт? У Террор Блейда? Или нет? У кого он? А, да, у него. Плюс семь основного стата. Heal the attacker for 7 HP in each attack. Это на иллюзиях вроде работает или мне показалось? Это вроде неплохая тема для фарма вообще в целом. Плюс семь урона получается. И для фарма леса, если ты агильщик, это вообще, ну, по идее, нормально. Потому что тебе быстрая атака. И ты пока дохилишься. Так понимаю, сделали, что максимум можно иметь один нейтральный итем. И типа отдельный слот для нейтрального итема. Ну, наверное, это логично. Банша сразу БКБ собирает. Ну, вообще, если так посмотреть на их пик, ну, вроде бы не прям худшее решение. Но, в целом, 10 тысяч лет назад это никогда не было хорошим итемом первым для банша. Окей, чё мылостром туда? Почему он собирает Маустром первым итемом? 30% шанс на молнию. И всё? Без дэмэджа? Без атак спида? А, нет, с дэмэджем. 24 дэмэджа, окей. Теперь вот Сиги собирают БКБ после Маустрома. Благодарю за помощь. Я не понимаю. Виталий, спасибо за передачу 6 кадров. Очень сильно лагает FPS. И скажи, почему бомнер с букмекеркой под стримом не работает? Виталий очень любил шутить. И когда его друга переехал поезд, на похоронах он поздравил его с переездом. Норм-анекдот. А ещё... Теперь лагает или нет? Просто моё имя. 137 числа в Слендерной. Поставь человеку в БКБ. Мой айдет и стрелки. Теперь лагает или нет? Так, молнии работают на древних, я так понял, или что? Полноценно работают на фул дамэдж Ну у Блатсикера пока что все очень хорошо У него очень быстрый фарм, прям очень быстрый У Терверблэйда все, как по мне, печально Он вообще на данной стадии не может защищаться Если он будет атаковать, ему просто конец сразу Что это за это? Бичблэйд, хуясь 35 так спид считается талендженс 30 projectile speed Тут важный момент на самом деле Пук выжил, минус БКБ Если они его сейчас еще убьют, это будет очень плохо Давай прыжки И герой прыгает туда-сюда Бля, забавный итем А что, он дорого стоит или как? Я не знаю, такое ощущение, как будто в паке что-то изменили Он выглядит как дпсер Это была, конечно, ошибка, кто так подставится без БКБ 痰 Уууу Ну все, теперь Терверблэйд успеет нафармить и манту и БКБ сверху и еще и Рэшан Ну это слишком жестко Теперь у Терверблэйда будет 100% БКБ Он успеет его нафармить Ну как 100% если они пока не ошибятся Теперь есть шанс на ошибку Можно с Эггисом как-то пытаться более агрессивно фармить Он его успеет дофармить А если он потом еще Скади соберет Не умирая до этого ни разу С таким фармом Тинни ничего не сделает Тут БКБ плюс Блинк это полная хуйня Это 0 из 10 Это уже никак не поможет Это уже слишком медленно, это все полная хуйня То есть Тинни себя вообще никак в игре не реализовал Он слишком много умирал, тем более Ну да, это все пизда Это бесполезно Тинни на всю игру, скорее всего Вот тут я не понимаю билда Я реально что-то не понимаю Типа плейтмейл, БКБ, я вообще не понимаю Ну я не понимаю, короче Я не знаю, есть ли сейчас какие-то итемы в доте Типа Бладстона раньше Я просто не знаю, я без понятия Или какой там еще был итем Там еще какой-то был защитный итем Который дает и ХП и какой-то там реген маны Я забыл уже То или Лотус, то ли что Или другой какой-то Хуя себе итем? Your attacks deal 10 more damage to enemies For each 10% HP they are missing Это итем для Бладсикера, но это нейтральный итем Че за бред? Итем чисто для подбладсикера 10 урона, 10 атак спида И при этом еще плюс 10 урона За каждые 10% потеряно ХП Именно выпал итем под героя Сейчас Р1 могут выиграть Удачный смокганг Это будет конец игры, по большому счету Ну это все, конечно, пиздец Хотя Я сейчас второй раз убьют Это камбэк Мы его убили Наконец-то Я не понял, а почему у него было БКБ? Я думал, у Тараблэда весь сатафайт БКБ было Типа я не понял, почему он как-то так вот легко умер Теперь понятно А хули не дерутся? Вообще это ошибка С этим Аегисом нужно было фармить Наконец-то! Он должен был дофармить с Аегисом БКБ То есть он не должен был его использовать как-то агрессивно Или подставляться с ним Это была супер ошибка Тени собирает Дагон А что, Дагон изменили? Он, наконец-то, играбельный Всю историю доты абсолютно, блядь Вот начиная с самых первых версий Ну как первых Типа ранних версий первой доты Он был самым конченным итемом в игре, наверное, блядь И во второй доте то же самое Не знаю, как его поменяли Единственный вариант сделать Дагон юзабельным итемом Это надо было ему дать пьюр демедж Если ему не дали пьюр демеджа То он, скорее всего, такой же конченный, как и раньше Этот итем выглядит жестким в Вичблэйд И вообще Пук выглядит как будто Я не знаю, как понять Может ему повысили базовый атак-спид Он выглядит как ДПСер Он выглядит как герой, который может просто с руки еще хуярить Каким-то образом Собрал лотус Че, он с Кадди решил собирать, а не БКБ? Мэбби и правильно уже Мэбби и правильно Это была супер ошибка Ему надо было БКБ собрать, пока Егис был Окей, а теперь Блотсикер собирает Алибарду Лайфстилл Амплификейшн 20% хиллсерген Оно работает на отхил Блотсикер эта хуйня или нет? Поедение должна, это же не легенд И не И не лайфстил То, что она отхиливается 35 кулдаун на 400 магического урона Радиан драться не могут Это, по-моему Да нихуево закончится Когда было сразу очевидно, что они драться не могут Они хотели просто кого-то гангнуть или что? Лучше бы он не дрался Это РУБ Это ощущение РУБ почти БКБ Намекается слишком поздно Блотсикер уже реально сильный Прям реально сильный Прям реально сильный РУБ снова быть аккуратным Это он Это он что-то не то делает Я сразу почувствовал неладно Когда он решил вцепиться в этого камешка Ебать Ну что он с договором сделает? Бля, по сути они умерли все из-за Блотсикера По сути По сути он слил команду На самом деле Быть объективным Как обычно огромное количество ошибок Ну Я той и другой команды По факту Радиант уже имели колоссальное преимущество На момент прошлого Рошана Но они его отдали Теперь у них преимущество, наверное, еще больше Хотя Ну, как сказать Учитывая Билл Тинни Наверное, теперь у них преимущество еще больше Потому что Билл Тинни рассчитан на то, чтобы, да Как бы Типа ворваться, убить А когда у Челика есть Аегис То он еще более бесполезный теперь, чем был до этого На прошлый Аегис был бездарно, проебан Еще такого дает Кайянценнш Но она по сути ничего не дает Спелл лайфстил это скорее всего Ну Правильно Что-то из этого работает точно Иначе какой смысл собирать этот итем Ну Ничего бы из этого не работало на спирит сифон Я без понятия, но должно что-то работать. Дорогой сейчас выглядит нереально сильно. Странный билд. То есть ты собираешь догон, почему ты собираешь сначала БКБ? Я не понимаю этого билда, я просто его не понимаю. Типа, ты собираешь даггер, потом БКБ, но ты хочешь с догоном играть, правильно? Этот билд себя не реализовывает. Ренш ульты, это пиздец. Подробности на канале. ТГ. Собака Марк Ничмани. Собака Марк Ничмани. Собака Марк Ничмани. Ульта есть? Собака Марк Ничмани. Но. Все, пизда ему, походу. Манту потратил. Пугают. Прямо почему не убегает? Я не могу понять, почему он остается и стоит здесь. А что они дерутся? Они не дерутся. Ну а что теперь Терраблэду делать? Что ему собирать? Он собирает что, я так понимаю, это сатаник или как? Типа после БКБ ты узнаешь сатаник или как? Что типа такого? Блодсикер собирает рефрешер? Чё, блядь? Окей, я реально не понимаю. Это уже сложно понять. Это очень сложно понять. Все еще можно обисал собирать с башера или нельзя уже? Почему он не хочет обисал заградить? Не, он теперь тебе не угроза. Реально угроза. Вообще в целом. Ну типа он просто заебет бесконечно врываться и доносить кучу дамеджа. Блодсикера, кстати, почти убили. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 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 Блодсикер байбэкнулся. ТБ может байбэкнуться? Может байбэкнуться, по идее, да? Ну это минус Рошан получается, если я не буду байбэкаться. Хотя он в любом случае уже его потерял. Бесполезно байбэкаться. Ну все правильно сделал, то что не байбэкался. Это хладнокровно. Типа рассчитал, что нет смысла правильно. На самом деле, все, чего не хватает. Дайер для победы, это одного какого-то хекса. Намного проще будет с пукичем. Прям намного проще. Прям разы проще. Тос и Куайерс на уртаргет. Тосу не требуется цель. А тени и так мог Тоса всегда героя одного какого-то. Ну это ульбис полезный в принципе для Вивера. Да, в такой ситуации догоны Этерио не поможет. Тупо не дали ничего сделать. А Эггис есть, сыр есть. Я не знаю, почему они продолжают драться, когда ТБ не байбэкается. Не совсем понятно вообще, что они собираются сделать без ТРУ Блейда. Когда тут есть сырый Эггис. Что радио делают, я не знаю, что происходит. Что они делают? Что он хочет сделать? Что он дерется? Что он хочет отдать базу? Что они дерутся радио? Что они сейчас делают? Ну у них же челы не байбэкаются. Что они сейчас делают? Какая цель? Я сейчас не врубаю. Чего они дерутся? Зачем они дерутся? Они сейчас умрут. Кстати, БКБ нынче минимальная 6, а не 5. Так-то оно апнутое, по большому счету. Хотя, кулдаун у него 90 всегда. А, теперь понятно. Теперь я понимаю. Блин, теперь я понимаю. Раньше БКБ было 5 секунд минимальное. И оно, короче, кулдаун на него тоже уменьшалось. Там был кулдаун, не знаю, 50 секунд или 55. Что-то типа такого. А теперь всегда 90, но у нас 6. Нет, теперь я понимаю. Рефреш 90-секундное БКБ. Ну и, в принципе, остальные какие-то приколы. Это так, ну, типа, более-менее нормально. Каким-то там дополнительным слотом. О, Тени Хекс собирает. Ура. Это будет победа. 3745 хп у Хука. Серьезно? Это же серьезно. Причем, у него первые два таланта одновременно прокачаны. Я не понимаю даже. Так должно быть? Смотрите. Это баг. Я не шарю. Overwhelming blink. And take damage equal to 100 плюс 150% of your strength. Не так уж и много, но не так уж и мало. Блинк с демиджем, который замедляет на 6 секунд. А, ну только... А, не. Замедляет мувспид на 6 секунд? Что за пиздец? Это итемы какие-то ебанутые вообще нахухо. Можно блинкнуться в толпу из героев, они все замедлены на 6 секунд на 50%. Вообще какой-то бред. Терроблэйд не прогрессирует никак по итемам, по сути. Потому что ему некуда прогрессировать. Полная хуйня. Че, он отдался? Оооо. Неплохо. Нормально ты придумал. Станик потрачен. Бкб потрачено. Подольтой блоксикера. Пиздай ему. Это он должен, типа, скоро появиться или нет? Или это время появления? Вот это вот отсюда до сюда. А, он да. Так им нужно идти байтить на байбэк. Банж 8300. 8300, когда у тебя столько итемов. Типа, когда давно, да, когда я еще играл. Ну, еще даже очень давно. Такие ситуации, когда у тебя там миллион слотов и миллион денег, это, не знаю, это там настолько редко, что... Тебе для этого нужно иметь, там, я не знаю, просто 20 плюс киллов. Ты должен буквально в соло всех убивать, по большому счету. Всю карту зафармить. Или быть алхимиком. Бля, этот апгрейд выглядит вообще ебанутым, если честно. И тогда вопрос появляется, почему банжа собирают... Ну, почему, допустим, вот в этой же игре банжа собирали первым итемом БКБ, а не аганем. Когда он выглядит просто вообще, ну, ебанутым. Если это то, что я думаю. Без понятия. Ну, выглядит просто нереально ебанутым. Я так и не понял, этот спирит-бонус-дамэдж на всю ульту или нет. О, пак казарму убил. Каким чудом. Ну, я всем похуй была. Ну, эта стадия она уже не решает, в принципе. Сейчас Пагбай бэкнется. Сатаник не поражал, БКБ не поражал. Сильно отыграл? А что, он не бэкнется? А что он думает сейчас? По большому счету, тут не о чем думать, если тут герой бэкнется. Или... Вот это вот жестко. Две ульты банши. Второе БКБ. У нее еще и рефрешер шард есть. А рефрешер шардом, подождите, она... Она рефрешит рефрешер? И может зарефрешить еще раз. Подождите, стоп, стоп, стоп. Подождите. Рефрешер шард же должен рефрешить рефрешер. Должен. Ну, это логично было бы, да? Тогда это пиздец. А что они бэкнется? У него есть бэкнется или как? Типа, че? Я не понимаю. Какая цель преследуется? Че, ты бэкнется или нет? Ты решил бэкнется? Аегис есть. БКБ еще есть. Если вы сейчас убить, то конец играет сразу же. Хотя это и так конец. У него было хп, я не знаю, но его моментально убили, блядь. Ну все-то, ну, очевидно, Дайер выиграли. Ну, наконец, тут уже нет смысла, ну, ну, все. Зачем они дефаются, я не знаю. Ну, типа, сказать особо нечего. Нечем просто драться у Родиан. У Лэйки никак, Тарвлэду больше нечего фармить. Все. Им нужно было выигрывать, когда Тарвлэдом нафармил. И первый Аегис не стоило проебывать. Первый Аегис, то, что они проебали, это слишком сильно зарешало. Тинни смог камбэкнуть в игру. Так бы Тинни никогда не камбэкнул. Если бы они первые Аегис не проебали, Тинни бы никогда не камбэкнул. Это прям 100%. Короче, ну, Родиан проебали, потому что первые Аегис проебали как дауны. И потому что Тарвлэду нечего фармить, и все. И, типа, тут только два героя дерется. Это вот 14-2-9, это, конечно, очень хорошо, но он сюда не может, ну, типа, он не может наносить... Он не может наносить даже столько же урона, сколько, по сути, как по мне, довольно-таки слабо отыгравший Тинни, который проебал начало игры, толком ничего не делал, потом он на него камбэкнул. И он делает больше импакта с этим догоном 5 и Этерналом, чем этот пак, который супер потеет, у которого 14-2-9. Но он не может столько же делать, как Тинни. Он не может. Он, типа, он просто не может. Но та вот хуйня, короче, Refresher Shard на банше, она, получается, может рефрешить рефрешер, если я правильно понял. Это вообще невозможно сильно. Мне кажется, невозможно остановить такую баншу. Она нажимает ульт, рефрешит ульт, потом рефрешит рефрешер и ульт. Потом нажимает ульт, рефрешит ульт и нажимает ульт, если я правильно понял. Ну, это бред. Это же невозможно остановить.